Котята-подкидыши. Екатеринбургские ветеринары борются за жизнь детенышей, которых подкинули дальнобойщику. Новорожденные почти неделю ехали в фуре, преодолев больше двух тысяч километров, причем без еды. Ведь водитель узнал о нелегальных пассажирах только по приезду в город. Как себя чувствуют малыши и какова их дальнейшая судьба, узнала Ирина Шудько. Даже в теплых объятиях кормилицы котята не перестают мяукать. В своей маленькой жизни они до сих пор заботы не видели. Коробку с малышами нашли в фуре, которая приехала в Екатеринбург из Москвы. Двое эту поездку не перенесли, ведь они провели почти шесть суток без еды. Еще двоих сейчас выхаживают ветеринары и местная кошка Мурка. Сейчас они обезвожены, они очень ослаблены. Мы вчера кинули клич по городу Екатеринбургу в поисках кормящей кошки. Но вот сегодня нам люди помогли, нашли в подъезде бездомную кошку. При виде страдальцев кормилице проснулся материнский инстинкт. Однако котята настолько слабы, что не смогли высосать из приемной родительницы все соки. Молоко у Мурки быстро пропало. И теперь она делится с малютками разве что теплом и лаской. У кошки молока нет, и поэтому мы кормим из бутылочки. Специальной смесью для коз. Кто бросил новорожденных котят на произвол судьбы, неизвестно. Водитель, который вез живой груз, обнаружил малышей только на подъезде к Екатеринбургу, когда услышал их писк. Его коллеги говорят, что в такой ситуации может оказаться каждый из них. Содержимое посылок перед отправкой не проверяют. Мы экспедиторы, мы не перевозчики. Вот нам принесли коробку, да, она закрытая коробка. Представляете, вы бы личные вещи отправляли, а мы бы стали смотреть, что вы отправляете. Мы что, ее вскрывать, что ли, должны? Зоозащитники шокированы подобной жестокостью, ведь это уже не первый случай ее проявления. Так на неделе неизвестные бросили в лесу целый чемодан с котятами. К счастью, на них и на ее маму наткнулись грибники, которые передали брошенных в добрые руки. Так, и что вы, друзья, сушку едите? Да ладно тебе. Чемодан был достаточно чистый, то есть он там точно не зимовал. И было предположение, что котят вывезли вместе с чемоданом с кошкой в лес. Кошка их кормит, котята были здоровы. Теперь этим бедолагам и маленьким путешественникам ищут новых заботливых хозяев. Котята уже достаточно окрепли. Зоозащитники надеются, что больше таких посылок не получат. И призывают всех не выбрасывать ненужных котят, а хотя бы отдавать их тем, кто сможет о них позаботиться. Ирина Шуцко, Павел Карпов и Алексей Богданов. Главные новости Екатеринбурга.